Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю, Господу, Богу Всемогущему! Ни в ком другом нет спасения, нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Он сам сказал, я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, а только лишь через Его, через Иисуса Христа. И у меня есть дверь открытая, вот слава Богу, и все. И сегодня утром в этой молитве, свеликостью хочу тоже сказать, поделиться славой Божией такой. И молюсь о том, чтобы Господь благословил нас. И хочу поделиться из Божьего Слова, из Колоссян, послания Колоссянам, апостол Павла. Первая глава, послания Колоссянам. И здесь, в конце этой главы, первый, рассказывается о тайне, о которой вчера я начал говорить уже, в конце собрания. Первая глава, послания Колоссянам, апостол Павла. И здесь, а давайте сначала прочтем, да? Выстоите жители, я скажу. Вообще, просто чтобы оно было в контексте, понятнее так. Прочтем, давайте, первую главу. Вот, а вчера читали мы, да? Все вместе прочтем. И сколько вы оставили нас? Павел, в воле Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофея, находящийся в Колоссянам, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоествования, которое пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от неба фраза возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас, служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились во знании воли Его, во всякой премудрости и разумении духовного, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождали Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу и по могуществу слабый Бог, со всяким терпением и великодушием, с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вечному царства возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, которое есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, присловили, господствовали, начальствовали, властили, все им не для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела Церкви, Он начат и нервенец и свертыв, дабы иметь Ему во всем вернство, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы предстать, посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда очужденными и врагами, во всем делам, ныне примирил в теле Господь Его, смерть Его, чтобы представить нас святыми и непорочными, и непобильными пред Собою. Если только пребываете в верным и непоколебимых вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем, ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей из горды Христова, за темы Его, которые есть церковь, которые сделался я служителем, вводом и строительству Божьим, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святынь Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы, а не сей для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, разумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенному во Христе Иисусе, для чего я не дружусь и подвязаюсь в силу Его, действующей во мне могущественно. Аминь. Слава Богу. Братья, здесь действительно, вот в этой главе и о Христе, и о нас говорится, и о самой великой тайне. Самая великая тайна, о которой я начал вчера говорить, это тайна, ну как, ее можно назвать тайна Богового воплощения. То есть, когда не просто Христос, да, Бог во плоти, а когда каждый верующий в Него, который становится частью Его тела, Его церкви, становится этой тайной Богового воплощения. Бог поселяется в человеке, а человек в Боге. Вот эта великая самая тайна, Христос в нас, упование славы. Вот эта великая тайна, сокрытая от родов, сокрытая в веках от язычников, потому что об этой тайне, по сути, только из всех народов земли, из всех народов существовало, когда до Христа, да, только в израильском народе об этом сохранялась, ну как бы информация, что ли, откровение, переживание. И об этом было понимание. Вот вчера я, помните, говорил еще, что когда еще до рождения Христа, до Его пришествия, мудрецов, еврейских учителей, израильских спрашивали, какой есть стих золотой, да, помните, да? Они нашли этот стих, самое интересное, и та, и другая школа. Две школы было, основных таких, которые между собой не соглашались по многим пунктам, по всем, спорили, и надо, и не надо, даже в обрядах отличались. Но самое интересное, не сговариваясь, и та, и та школа пришли к одному тому мнению, что нашли этот стих, золотой стих, как они тоже называли, из писания, и нашли его не в Торе, не в пяти книг, же, и Моисеевым, не в пророках, а нашли его в книге «Песни песней». И он звучит как вот «Они, ле-до-ди, ле-до-ди-ли». И буквально «Я в моем возлюбленном», или как переводчики сонтально перевели, «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне». И вот то, что мудрецы сказали, что да, этот стих, по сути, раскрывает тайну вот всех писаний еврейских. Всего того, что пророки, начиная от Мастера Бейну, от Моисея, пророка, говорили, ну, до Малахии. Сегодня, кстати, память его в календаре православном пророка Малахии сегодня память вспоминается добрым словом, значит, и как раз его чтение из его пророчеств. Но, к сожалению, большинство народа как бы не знает этого, и да и священники многие как бы не разумеют. Потому что все открывается только лишь Христом. Открывается только лишь тогда, когда человек на самом деле обращается к Богу, переживает встречу с Богом, личную встречу. А мертвое служение, когда только лишь внешне соблюдается что-то, но нет понимания истины, потому что, как помните, у Иоанна записано в 8 главе, в 32 стихе. «И познайте истину», написано, да, и истинность сделала вас свободными. Только лишь истина освобождает на самом деле. Вот, и так вот, все эти писания открывались через вот этот вот стих и мудрецов казашних. И когда пришел Иисус, Он воплотился от века сущий. Мы представили сейчас в Колосэн, да, что тайну Бог раскрывает самого Христа, да, что Христос, Он задолго, ну, прежде всякого времени как Христос, и все было создано однажды через Него все. И для Него все это было создано, собственно. Во всем Новом Завете раскрывается такая тайна большая. Что такое Христос? Вот, об этом говорили и раньше, и до Христа. Тоже в это верили многие евреи и ожидали его. Знали, что Христос, Он Мессия, Машия, Он Вечный, Он Всегдашний, но Он должен однажды прийти и спасти Израиля. По-разному понимали, как это может произойти. Многие представляли во времена Христа представляли Его как великого полководца, Маха Давида, допустим, на коне, знаете ли, такой герой, который победет или как Иуда Макаби, или какой-то еще там еврейский богатырь, который поднимет ополчение Господнее. И вот как бы даст свободу Израилю, даже среди учеников тоже, знаете ли, Христовых, первых тех учеников, тоже такие были ожидания. Помните, когда даже уже выходил Иисус, слушай, на прощание, и как бы казалось бы, можно было о чем-то другом еще спросить учителя, напоследок, уходя, но опять-таки не все ли время ты восстанавливаешь царство Израиля, как бы нет, ожидания такие были. Может быть, ну все-таки под конец скажут, ну, товарищи, мировая революция как бы совершилась, все, значит, граждане к оружию, и давайте все-таки восстановим Израиль как государство. Он не стал расстраивать, не ваше время знать времена и сроки, успокойтесь, ваше дело совершенно иное, потому что царство его совершенно другое. Как потом уже стало ясно, потому что в день Пятидесятницы уже стало ясно, что его царство и государство оно совершенно иное, о чем он говорил и раньше, о чем он говорил не раз, и что он показывал, являл не раз, но людям стало очевидно верным только лишь вот тогда, когда сошел с статой Божией, стало очевидно, что его царство действительно оно иного рода совершенно, оно его царство, государство вечное, но оно не так, как строится в этом мире любое царство, в этом царстве земном, в этом мире князья там господствуют, значит, и любой человек достигнув какого-то положения, там денег, там, заработав много, получив статус такой высокий, он господствует и для него уже другие люди уже, они уже, ну, в какой-то период даже не люди становятся уже, как бы, будем договорить, вот, уже другая, совершенно у него, другой круг общения, вот, и, ну, это в этом мире принято, но Иисус, царь царей, господь господствующий, с одной стороны, да, но с другой стороны, он повел себя не как государь, не как светский правитель, он о своем царстве говорил, но и показывал свое царство, с другой стороны, совершенно, и он ученикам своими, а многие, послужил, вот, показавшим пример, действительно, не просто обряд, дав очередной, а, действительно, открыв им глаза, открывая им глаза на то, что какое его царство, и что, кто хочет быть первым, будет слугой, последним, на самом деле, все, все об этом, в Божьем царстве, все шиворот на выворот, если так, проек по-человечески, все наоборот, знаете, как вот за зеркалье какое, я с этим столкнулся, первый раз в жизни, еще отроком, ну, юношей уже, юношей, вот, с этим столкнулся, вот, и пережил, когда Бога в своей жизни первый раз тоже, почему тоже, и за свидетельство тоже, вот, и я пережил Бога в юности, первую из них, мне еще не было даже 13 лет, когда это произошло, и я пережил с ним встречу в таких экстремальных условиях, я вырос в семье атеистической, мама, папа были, да, неверующими, вот, хотя, как бы, ну, по культуре, не знаю даже, но не религиозной культуры было совершенно, у меня большая мусульманская родня, потому что, по матери я татарин, по отцу еврей, вырос русским атеистом, можно так выразиться, то есть, как бы, и, значит, в принципе, никакой религии я не знал, ни мусульманская, сейчас, допустим, моя мусульманская родня, она очень большая, значит, огромная просто, у меня там двоюродных, троюродных, братьев, там, сестер, там, в Татарстане, там, по положению, множество, в Казань подъезжал, тоже, братишка своего, там, Ренат, значит, гостил у него, там, смотрю, у него все там халяль, ну, как бы, наподобие кашар, значит, и он в мечеть ходит теперь регулярно, и даже там служит, как бы, надо же, интересно, раньше, если были, ну, просто это была, как бы, часть культуры и все, никак не связано с религией вообще, но тогда, когда я живу, значит, в подростках семье, у нас никак о Боге вообще ничего не говорили, и, ну, все были атеистами, ну, мусульманские атеисты, еврейские атеисты, неважно, какие там, как вообще, в России православные атеисты, да, то есть, да, потому что, как бать, как говорили, Лапошенко, значит, ягод, православный, а, я атеист, но я православный, вот так вот, то есть, да, и вот, то есть, о Боге я ничего не знал, ни хорошего, ни плохого, вообще, что его нет, ну, как бы, даже не думал об этом, вообще, но, пережил с невстречу, умер, тогда я заболел, ну, двусторонняя пневмония, воспаление легких двусторонней, и оба легких оттекли, и наступила смерть, вот, врачи констатировали смерть, вот, закончилась моя жизнь тогда, мне было, умер я, мне было 12 с половиной лет, все, и если бы Бог не вмешался тогда, вот, в мою судьбу, вот, и жена, и дети, и внук уже растет, уже, я Богу благодарю, что, вот, как бы, все по-другому в судьбе, благодаря его вмешательству, вот, благодаря, действительно, сверхъестественному вмешательству его, вот, а я переживал то, что, ну, то, что называется, вот, смерть, там, выход из тела, там, значит, но я пережил обращение, вот, я был перед Богом, я знал, что ты Бог, я не знаю, кто-то мне сказал, или я сам догадался, но, на что я обратил внимание, как бы, а там, вот, одним словом, это состояние, знаете, как будто я, вот, 13 лет почти, вот, проспал, у меня был, такой неплохой, хороший шок был, вот, а теперь я, наконец, проснулся, та реальность, она, если можно отговориться, более реальная, чем, вот, 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 все то, что нас окружает, вот эта реальность, в которой мы живем, вот, та материя более материальная, может выразиться, чем вот эта материя, как говорится, и там не надо тебе, что-то, вот, я, если бы мы там сейчас были, да, допустим, то мне не надо было, говорить что-то там, там, то, что ты подумал, сразу сказал, подумал, сказал, и там все общее понимание, вот, сейчас, допустим, я что-то рассказываю, как бы по-своему, все понимает, и крует, через свой опыт, какое-то, познание и прочее, вот, а там, ну, все понимание, общее понимание, и там, на что еще обратил внимание, вот, я видел свою жизнь, пред Богом, и, значит, я жил только для себя, а там это очень позорно, то есть там наоборот, то, что ты, допустим, взял, это как будто потерял, то, что дал, как будто бы, наоборот, получил, то есть, для меня это вот, было тоже таким шоком, поначалу, вот, как будто в зазеркале, какое-то, знаете, вот, все наоборот, но, но очень приятно, и понятно, и как раз, не знаю, у меня было понимание такое, что, как раз, именно вот это состояние, которое там, оно правда, что, настоящее, оригинальное, а вот то, что здесь, к чему я привыкал, вот, пока здесь жил, то это не настоящее, на самом деле, это только лишь, как бы, ну, ладно, и, бога писать я не могу, вот, я даже художник, я вообще по специальности своей дозаконной художник, вот, и я пробовал, сколько раз, даже пытался изобразить что-то, это невозможно, потому что, это действительно, совершенно иное, вот, а почему, потому что, то, что здесь, это все, не настоящее, на самом деле, вот, неправда, вот, хотите вертся, хотите нет, но, он меня простил, я это видел даже, вот, там это все видишь, вот, как будто бы рука такая, стирала, да, мою жизнь, мне казалось тогда, вот, перед тем, как все это произошло, когда перед ним я оказался, я, мне казалось, опозорился очень, мне казалось, я самый плохой мальчик, что жил на земле, и вообще, давайте, такое было состояние, предпровались, вот, потому что, мне было даже, поначалу, очень обидно, думаю, надо же, вот, если бы я знал раньше, что Бог есть, я так опозорюсь, вот, я бы жил бы по-другому, как-то, ну, а там уже, знаете, уже, как говорится, поздно боржом, видишь, ну, ты уже, уже, уже все, уже, после драки колоками, очень нема, что же, уже там уже оказался, вот, и, ну, очень мне было, жалко, что вот все так, подошло у меня, но это, само сожаление, оно быстро ушло, потому что так хорошо стало, вот, что когда вот, просил прощения у него, именно сожалея, что все так было у меня, вот, как будто бы рука стирала все это, и стерла, но только одно не стерло, то, что было внутри меня, а внутри меня, вот, была, как эта мысль, думаю, как же я мог жить бы вообще, как бы я мог по-другому вообще жить, одним словом, пожил он мне Господь, слава Богу, и вернулся я снова в тело, заходил в самого себя, даже еще медленнее, чем выходил я, вначале был только здесь, вот, постепенно, вот эта смерть, которую я не видел, но я понимал, куда смерть, знаете, как будто каток, вот асфальт катает, когда он на себя наехал, я остановился на тебе, и, и, вернее, выдавил тебя, а потом, когда я залез с себя, вот сюда вот как бы, зашел, то, значит, вот этот каток, как будто бы стоял на мне, боль страшная вообще, но, за место, как бы, анестезии такой, что ли, да, я понимал, вот это боль, это страшно, но, радость, вот эта радость, что Бог есть, что, знаете, что он хороший, и он простил меня, дал мне еще жить еще, вот, вот это все было, да, и этот каток стал медленно отъезжать, по чуть-чуть, еще медленнее, чем даже наезжал на меня, вот, выдавнивая меня, как вот, пасту, из тюбика, вот так, меня выдавнивал, значит, когда он отъезжал, то я мог заходить в себя еще дальше, и дальше, дальше, вы представьте тоже, когда я умер, то я, значит, врачи констатировали, значит, ну, оба легких отекли, да, а когда я зашел в себя, то первое, что я, ну, больно, конечно, было заходить, потому что, это вот каток медленно отъезжал, но когда я заходил в себя, я был исцелен, то есть, оба легких были очищены, сверхъестественно, да, вот, и потом, до конца, сам себя зашел, ну, знаете, вот, вот, какие-то, я не знаю, колготки какие-то, что-ли, такое ощущение, вот, до конца пятки, стопай себя почувствовал, вот, до конца все, дальше уже не шло уже, вот, я понимал, что я уже в себе, уже полностью нахожусь, и на самом деле, не было следа там, от температуры какой-то, что ни хлипов, ни свистов, я же умирал, когда хрипел, свистел, там, любой вдох-выдох, ну, как игрушки со свистками, вот эти были у меня, вот, а когда зашел, не свистел, ничего, не хрипело, вообще, все было хорошо, конечно, да, озадачил врачей, мое воскресенье, они маме и папе моим, значит, родителям моим, они так вот попытались объяснить, что, как бы скрыт резерв организма какой-то там, ну, глупости всякие, вот, значит, но очищение обоих легких, это нельзя было никак списать на, как бы, знаете ли, скрытый резерв какой-то, это организм, вот, значит, и вот так вот как-то все произошло, и вот с того момента, вот эта встреча, первая встреча с ним, в моей жизни все началось совсем по-другому, конечно, уже была другая жизнь моя, вот, до того, это одна жизнь, после того, уже совсем другая жизнь была, вот, вот, пытался говорить со взрослыми на эту тему, вот, и, ну, с родителями, конечно, в первую очередь, вот, там, теря была еще потом, ну, я пытался что-то рассказать, вот, ну, даже не рассказывать, а вопросы задавал, вот, вот, такие неудобные вопросы для моих родителей, вот, я маме, допустим, говорю, тогда, вскоре после этого, что говорю, мама, ты же умрешь, говорю, она говорит, да, ну, конечно, все же умирают, а я говорю, а вот если ты умрешь, говорю, ты, говорю, перестанешь существовать вообще, или, или ты будешь вообще, она молчала, напугалась, а потом, я говорю еще дальше, говорю, а если ты, говорю, ты вот не перестанешь существовать, если ты все-таки будешь, говорю, как ты думаешь, ты там что-то увидишь, или ничего не увидишь, и все, она перепугалась, меня трогала, температуру, значит, врачи еще напугали, что это может быть не без последствий, может быть какие-то инвалюцинации, или что-то еще там, знаете ли, ну, как бы, все-таки это смерть, и как бы, возвращение, какой-то, как-то минуты, но смерть, ну, все-таки, это же клиническая смерть, значит, а, значит, так полагали, и, значит, ну, на меня как на психику рассмотрели, вот, старшие, ну, родители, по крайней мере, как, тети, значит, там, и я понял, что лучше об этом даже не говорить вообще, потому что, это я еще не все рассказал, думаю, если все расскажешь, как еще, да, да, там уже другие врачи займутся, вот, и, как бы, у меня мозгу хватило, дальше не говори, вот, значит, и, давай, там, ну, потом стал с верстником рассказывать, что-то, пытаться, как-то, мне, мне хотелось с кем-то поделиться, думаю, я-то опозорился так вот, ну, что вы понимаете, или, думаю, а, допустим, взрослая, это, думаю, мне-то, как бы, ну, подростку ее было, там, стыдно очень вообще, и, ну, мне-то повезло, думаю, я-то вернулся, у меня мозгу хватило понять, что это не типичный случай, обычно не возвращаются, как бы, оттуда все-таки, вот, значит, а мне-то повезло вернуться-то, уже по-другому сейчас пережить, вот, думаю, значит, а взрослым повезет или нет, это еще, как говорится, вилами на воде, писано там, и чаще всего это безвозвратно уходит, вот, и я понял, что мне очень страшно стало за моих родителей, за, вот, взрослых всех, я же не знал, что есть верующие вообще, которые верят Богом, и вот, вот, потом были другие истории, но научился разговаривать с ним, с Богом, и тогда я нашел, кстати, из Библии, первые свои стихи из Библии нашел, вот, я не знал, что из Библии, просто, когда читал книги по туризму, я начал читать, потому что мне было интересно, почему же, ну, люди отрицают, что Бог есть, ну, он же такой реальный, и более реальный, чем все то, что, и хороший такой, а почему, вот, как бы, отрицают, ну, я читал, и там нашел писание, первые свои цитаты, которые я выписал, тетракт себе тогда отдельно завел, тетракт такой, вот, и первая цитата была из книги, книги пророка Еремина, там большая была цитата, конечно, и до того, и после того, там, там, артеистическая пропаганда была, вот, значит, и, как бы, по мнению авторов этой книги, эта цитата должна была быть, наоборот, как бы, подтверждением, как раз именно их мнения, вот, вот, но когда я читал, вот, знаете ли, там начиналась цитата такими словами, так говорит Господь, и дальше там шла большая цитата такая, из писания, и там дальше, внизу была ссылочка, Библия, издание какого-то года, книга пророка Еремии, вот, и я себе это все выписал, и когда перечитывал потом это все в тетради, вот, я думал, что, может, сейчас нет таких людей, раньше были те, которые могли, и, вот, они знали, что Бог есть вообще, знали, сейчас-то, может, не знают люди, что Бог есть вообще, раньше, вот, были все-таки, знающие Бога, значит, и могли даже слышать Его, даже не то, что увидеть, даже слышать могли Его, и даже вот записать такие слова, я стал уже охотиться за Библией, конечно, тогда, ну, я не знал, как Библию найти настоящую, но вот, по книгам, по атеизму, будем так говорить, ходил по тем книгам, вот, и выписывал себе, находил цитаты, много цитат, у меня до, получается, до 86-го года у меня не было вообще Библии, так-то, какой это, 85-го, так, точнее, так получилось, выписывал, вот, из, ну, и опять-таки, 85-86-го, это была не моя Библия, так, так получилось, просто один мой товарищ, мы тогда учились в училище художественном, он достал мне на время Библию эту, то есть он достал себе, получается, на два месяца, ну, вот, так вот, мы с ним договорились, он месяц сам читал, и месяц мне дал читать, у нас был такой договор, вот, и мы не учились тогда в училище художественном, вот, а просто в разных группах, я как художник-оформитель, а он в педагогическом отделении, вот, и у нас были друзья, просто его товарищи были, значит, в этом музыкальном училище, и там по рукам ходила, оказывается, такая вот, подробная литература, всякая, сам издатовская литература, и вот, Библия, ну, Библия такая была подпольная, кустарная, ну, было понятно, там не было никакого ни издательства, ничего, ни года, ни издей времени, я потом уже, будучи уже священником, уже в 92-м, 91-м, 92-м годах уже в Орле, это было, значит, общался там с братьями-баптистами, там, значит, там, на микрорайоне, они, да, там, молитвенно там строили, вот, и я узнал историю этой Библии, это, короче, Библия, которая ходила там в училище, там, музыкальном, это баптисты запустили, под свою руку, подпольную тогда, значит, и у них было издание, подпольное издание такое, нерегистрированное у баптистов, значит, издание, своя тайная типография какая-то, и они сами там, на свой страх, они спечатали эти Библии, там, и вот так вот давали читать некоторые экземпляры Библии, вот, я был благодарен Богу, что тогда мне попала эта Библия в руки, вот, пусть она и временно была, ну, потом еще раз брали, вот, как бы, да, своя личная Библия у меня получилась уже, появилась уже, уже, получается, 87-88, так вот, на рубеже, как раз, но по тем временам, там, незабежные деньги, 130 рублей, значит, там, закладка уже 90, ну, до 200 рублей у родителей, значит, нам, значит, и по степени было 25 рублей, но отганывали, отганывал я все, ну, как бы, вот, достал, и опять-таки побладал там, у одного из священников, к кому я ходил тогда, ну, правда, не у того священника, где я служил, у другого, но достал эту Библию, вот, и почему мои родители потом говорили мне, уже, когда я был священником, ну, да, уже священником был, говорили, что, а почему-то не пошел ни мечеть, или ни в синагогу, вот, значит, а почему пошел храм православный, ну, я, ну, я, ну, я, во-первых, встал так, что говорю, мама, папа, говорю, а у нас не было, говорит, тогда ни мечети, ни синагоги не было, то есть, как бы, все, что с религией связано было у нас, вот, баптисты были, как потом выяснилось, но, да, они были, подпольные собирались в это, вот, значит, неофициально, вот, значит, все, что было на виду, вот, храм православный, поэтому дорога была заказана у меня, и, вот, путь такой был к Богу. Служение Богу, и, к сожалению, уже, когда стал воцерковляться и служить Богу, в храме, как чтец, и сельским правом форум руководил, бабушками, вот, уже 87-88, как раз, вот, на рубеже, вот, когда это было уже, вот, то, получается, да, 30 лет назад, получается, ровно, как раз, то тогда, значит, как сказать, от писания, от библии стал потихонечку отходить, незаметно для себя, как ни странно, постепенно, 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 я стал больше читать другую литературу, книги, такие вот, церковные, религиозные, святых отцов стал читать, работы, и вот, как бы, углублялся в предание, уже, будем говорить, особенно, когда стал сам священником уже, в 91-м году, когда стал священником сам, то, значит, конечно, я почти все время уже был в святых отцах, и вот, слава Богу, что в 96-м Господь вернул меня на, опять-таки, к основанию, к фундаменту, к Слову Божьему, и вот, самое, наверное, основное, что тогда произошло, в 96-м, вот, как раз то, что в Колоссяном, как раз Павел, как раз, и открывает, тайна, вот эта тайна, она стала для меня снова ягодью, Таинство, Христос в нас, упование и слава, тайна, сокрытая от всех народов, фактически, до Христа, так получалось, только в израильском народе сохранялось, более или менее, сохранялось вот это ведение, понимание, откровение, но наступило время, когда вот пришел Мессия, и пришел Спаситель, и помните, да, когда в феврале вспоминается праздник, встретение, да, событие, встретение, и когда младенца Христа принесли в храм, то он Симеон, он пророчествовал, да, Духом Святым, и было сказано о младенце, тогда еще, получается, да, в Христе, было сказано, что он свет к просвещению всех народов, свет просвещающий всех народов, и он есть слава народа своего Израиля, и вот это пророчество, вот первая часть этого пророчества, она уже фактически исполнилась, действительно, сегодня трудно найти народ на земле, который так или иначе не был просвещен Словом Божьим, Евангелие, Евангелие, а в наше время, век информатики, подавно, сейчас разве что ленивые Библию не читают вообще, пожалуйста, интернет, на любом телефоне, пожалуйста, можно скачать Библии, на любом языке фактически вообще, на любом языке, не хочешь читать, слушай даже, просто послушай Слово Божье, пожалуйста, сегодня, действительно, Бог дал интернет для благовестия, действительно, сегодня миллионы людей слышат Слово Божье в разных странах, даже где Божье Слово, ну, официально даже запрещено, так сказать, Евангелие, Евангелие, как таковое, проповедь Евангелия, запрещена официально, по страху смертной казни, даже в такие страны, благодаря интернету, люди слушают Слово Божье на своих родных языках, представляете, вот это, ну, это чудо, это чудо, реально чудо, вот, и сегодня Божье Слово, оно звучит, как никогда раньше, вот, никогда в истории человечества такого не было, я думаю, что это один из знаков прекрасных в последнем времени, есть страшные пророчества в последних временах, там, о войнах, о гладах морах, это тоже все исполняется, о землетрясениях, все это рассказывается в писании, и действительно, все по нарастающей, хотя землетрясения они всегда были, конечно, на земле, сколько земля стоит, насколько и трясется, но, на самом-то деле, именно наш век, он самый, как раз вот, за все время наблюдения человеческого рода, да, за землей, насыщенный вот такими землетрясениями, то есть, никогда в истории человечества столько не было всего, воины тоже самое, вот, Первая мировая война, сто лет назад, Первая мировая, погибло столько же людей, даже приблизительное такое, как бы, приблизительное сравнение такое, историков, примерно столько же погибло людей, сколько за все войны, что вело человечество до того, за все эти тысячелетия, представляете, вот, сложить все это, всех погибших, сколько погибло, во всех войнах, конфликтах военных, вооруженных, Вот в Первой мировой погибло больше людей, но потом небольшое затишье и Вторая мировая, которая произошла и Первой мировой, и все предыдущее вместе взятое. Представляете, еще больше. Даже это как бы о многом говорит. А после Второй мировой не прекратились войны, как некоторые думали. Вот все, теперь уже как бы, знаете ли, человечество уже успокоится. Не, а до сих пор войны продолжаются. И понарастающие все. Знаете ли, поэтому говорят, это уже Третья мировая, по сути, идет. Потому что войны не прекращаются на Земле просто. Ну, знаете, такое же. Человек убивает землю. Потому что если человек убит сам начало, которого хлебом не корми, дай убить человека. Вот. Это действительно враг рода человеческого. Он враг и Божий, противник Божии и противник рода человеческого. Идеющая ненависть к самому роду нашему человеческому. Вот. Когда наши прородители были создаваемы, то этот враг, он уже ненавидел. Нас еще не было, он уже ненавидел нас уже. Потому что мы созданы уже после его вот этого отпадения. И человеческий род он ненавидел всегда. Враг. И потому ведет с ним войну. Знаете, есть в человеческом роде, современном, допустим, да, в разных народах есть понимание вот такого всемирного заговора, там, масонства, там, что-то еще. Но это все на самом деле совершенно ерунда. Вот. Никакой заговорщик, никакие клубы, никакие заговоры абсолютно. Они не могли бы тысячелетия существовать. Вот. Есть, на самом деле, одна личность лишь во Вселенной, которая была способна со времен наших прородцов Адама и Евы, прородителей. И вот у наших дней эту ненависть воплощать в жизнь. И вместе с ним треть отпадших других невожителей. Вот. Вот это есть действительно враг наш и враг Божий. Противник Божий. И наша брань, по сути, это не брань против человеков, а за человеков. Наша брань против духов злобы поднебесной. Против мероправителей тьмы века всего. Против дьявола и всех его бесов. И, по сути, каждый человек, покаявшийся грешник, да, обращенный к Богу, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный от бесов человека, это еще как будто бы пять земли отвоеванного царства тьмы. И вот здесь написано Колоссян было, как раз перешедшее в царство света. И из царства тьмы Бог освобождает. Слава Богу. Так что, друзья, братья и сестры, действительно Господь, Он велик и благодарен Богу за все. И за Его великое служение этому миру. Он доказал свою любовь, отдав Сына Своему за нас. И сегодня эта истина распространяется, когда раньше вообще. Вот. А ну а со своей стороны, что я еще скажу, что как реформатор православный, вот с 96-го года Бог призвал меня к такому служению, реформаторскому труду. Вчера я делился вот тем, что произошло в 2003 году, когда Бог воскресил мальчика, подростка, вот, и его исцелил очень быстро. И даже проговорил голосом громким, три раза спросив меня, видел ли я это. Я не мог ничего ответить ему. И тот же голос сказал мне, вот так будет, и с царства. И вот с того времени я скажу, знаете, вот, не то, что верю, не верю, но я просто знаю, что это будет, что Бог совершает великое чудо. И Бог хочет действительно, чтобы сегодня миллионы номинальных православных стали действительно христианами библейской веры, евангельской, божьей веры. Потому что есть вера человеческая вера, бесовская всякая вера, там, мертвая, а есть живая истинная. И она не просто в какой-то конфессии, она в божьей веры, она не может быть приватизирована в какой-то церкви, конфессии, динаминации, она от Бога, она от Христа Иисуса. Вот, и всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Потому что Христос действительно от века сущий, как Он и сказал, писатель, написанное. Вот, благодарен Богу, прошу ваших, братьев, молитв, святых. Вот, потому что сегодня мы уже уедем, сейчас по западам там и уже поедем. Вот, а Бог даст, хочу через некоторое время быть снова у вас здесь. Липецк, Воронеж, Воронеж вот, и с Воронежа уже здесь уже, к вам сюда. Вот, и даст Бог, послужу семинарами. Но вообще-то есть записи, у меня с собой нету, но есть запись моих семинаров, старых семинаров, более новых семинаров. В этом году планируем записать там тоже семинары. Не знаю, я хочу сделать такой курс, полный курс по истории христианства. Так что, значит, следите за новостями. Вот, а так, почему я историю христианства рассказываю, часто этой темой делюсь, потому что мне это самому очень сильно помогло. В 96-м, знаете ли, во-первых, истина Божьего Слова, истина делать свободными, да? Действительно, истина освобождает Божье Слово. Но и вот правда историческая тоже помогает в этом освобождении. Кстати, а когда у нас завтра? Уже сейчас? Восемь. Восемь, да? А, ну, не вижу. С десяти дальше? С десяти. Так, ну, сейчас завершаю, но, знаете, что хочу сказать, что когда историю, то, что, к примеру, каждый из нас, да, каждый человек, когда приходит к Богу, обращается к Богу, то мы совершаем вот это вот то, что называется обрезание сердца, обрезание. И оно через, ну, как говорится, по-юрлейски пословице, семь раз отмерить, один раз отрежь, да. Вот, значит, или как там, ну, по-всякому еще говорят, но надо отмерить. Вот, значит, и вот ты свою жизнь отмеряешь, ты как бы вот пересматриваешь свою жизнь, я вспомню, и смотришь, что нужно тебе отрезать, вот, от твоей судьбы. Вот, что нужно действительно удалить из своей жизни? Словом Божьим. И пересматриваешь свою жизнь уже в свете Слова Божьего. Вот так же и любую церковь, там, да, конфессию христианскую тоже, ты просто обязан, ну, мы же люди разумные, в конце концов, да, не просто, вот, значит, как бы, вот, пришли и все. Но мы не разумно размышляем, рассуждаем дальше. И поэтому все то, что нас окружает, да, мы тоже пересматриваем через Слово Божье. Ну, первое, в себя, конечно, во-вторых, все, что вокруг нас, наше жертвое поместное, допустим, рассуждаем над Словом Божьим. И второе, и третье уже даже, уже, все христианство, всю историю церкви пересматриваем через Слово Божье. И тогда уже виднее становится, что нужно удалить, что оставить. И вот, скажу, в истории христианства я понял такую вещь, вот, за две тысячи лет христианства, понял такую вещь, что вся беда церкви, тогда, когда церковь не слушается Христа. Вся беда тогда, когда мы смотрим на что-то другое, а не на Иисуса Христа. Потому что, когда смотрим на Христа, тогда действительно исцеление, тогда освобожение. Это в жизни отдельного верующего, каждого, и в жизни церкви поместной любой, и в жизни всего христианства. Как только от Христа взгляд уводишь, беда. Помните, Иисус сказал, как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть вознесен сыну человеческому, дабы всякий верующий к нему не погиб, но имел жизнь вечную. И беда возлюбил Бог, что дал сына своего. И вот те змеи, в числах, помните, да, которые жалили, кстати, в оригинальном тексте еврейском, там не только говорится о змеях, вот таких, ну, допустим, герза, там, кобра, такая-то, гадюка, а там говорится о сверхъестественном поражении тоже. Там говорится не только о физических змеях, там говорится, там еще и слово в оригинале «серап» стоит. «Серафимы». «Серафимы» ангелы любишь, божьи ангелы, которые тоже поражали Израиля. Если от таких змеи можно еще как-то отмахаться, знаете ли, как бы отбиться, как бы и спасти себя, может, жену, детей, детей, а попробуй отбейся от, значит, сверхъестественного поражающего, вот, от него уже не добьешься. Все, как бы, если от таких змеи можно еще как-то, знаете ли, защититься, а от сверхъестественного поражения невозможно. Поэтому вот в чем была проблема еще. То есть там уже становилось ясно, что сам Бог, не просто змеи напали, не просто проблема напала, а сам Бог, вот, против уже Израиля. И здесь уже, ну, в азапиле, да, к Богу, здесь уже понятно было, что здесь уже сверхъестественное поражение. В русском переводе, к сожалению, этот конфликт, он как бы так смягчен. То есть там говоришь о физических змеях идет речь. Вот, но, и там Моисей на шесте поставил этого змея, вот, я не знаю, я рассуждаю так, что, скорее всего, шла речь не о таком змее, как вот, ну, там, Гюрза, там, или, там, или Кобра, вот, скорее всего, все-таки Серафом изображение было поставлено, Серафима, то бишь, вот, изображение такого пернатого змея или поражающего змея. Потому что Сераф, Серафим или Асрафим, да, то, значит, переводятся как первые слова, переводы какие? Это огненный, горящий, значит, да, пламенеющий, но есть и другие переводы этого слова. Это поражающий, жарящий, истребляющий, то есть, ну, как бы, вот ангел, есть ангел, да, ничего личного, как говорится. Это, как бы, вот, он посланник Всевышнего, он может прийти не только с хорошей новостью, да, он может прийти и с плохой совершенно новостью, как бы, не то, чтобы он против нас, он выполняет Божьи поручения. И тогда он пришел, ангелы эти пришли, Серафимы, не с хорошими новостями для Израиля, а с плохой новостью. И пришли как поражающие. И вот там по тексту именно, не русскому тексту перевода, а вот именно по еврейскому оригинальному тексту можно сделать вывод, что это был обычный змей. Возможно, это был обычный змей, как вот знак медицинский, да, там, рюмка, змея такая. Возможно, что-то подобное было тоже там. Или как в детских библиях, вот именно картина присутствует, змея такая сбивается мирная. Возможно, и так было. Но, скорее всего, 99% можно сделать вывод по оригинальному тексту именно, что шла речь именно о Серафах. Потому что именно это больше впечатлило и Моисея самого, значит, и народ израильский. Серафы упоминают несколько раз там, значит, поражающие. И, а Серафы, Серафимы в русском, как они выглядят, да, есть описание, что двумя закрывают лица свои, двумя закрывают ноги свои, или, там, хвосты, там, как говорят, и двумя летают. То есть, издалека это напоминало бы крест. И представляете, значит, и еще, это для нас знамение такое, как Иисус говорит, как Моисей вознес в мею в пустыне, так должен быть произнесен и сыну человеческому. Вот, то есть, это издалека напоминание как раз о кресте, буквально о кресте Иисуса Христа. И тем более, что изображение гадов было запрещено делать, да, значит, а на ангелов это не распространяется за мред. Значит, и даже в храме Божьем были поставлены изображения ангелов, делом на горе. Ну, не для поклонения, конечно, не для почитания, а как иллюстрация этого библейские, будем так говорить, Слово Божьего. Пусть Господь благословит нас, поэтому, братья, всегда взираем на Христа, взираем на Иисуса. Конечно, какие бы змеи ни жалили нас, где бы мы ни оказались, хоть даже прям в горючнике самом, знаете ли, этот мир возле бежит здесь вообще. Здесь буквально клубки этих змей. И порой идешь и по этим змеям. Да, но наступаешь на змеи-скорпионов, они не повреждают не потому, что ты такой неуязвимый сам по себе, а потому, что ты взираешь на начальника веры, на совершителя веры Иисуса Христа. Как только взгляд свой убираешь от Христа, все, яд начинает работать, змеи кусают и уже поражают тебя. Но даже если тебя змеи греха раскусали так, что ты уже все, парализован уже практически, да. Вот, через не могу, через не хочу, но взирая на него на Христа, то есть размышляя о Христе, призывая его имя святой, Иисус, 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 призывая его имя, через не могу, через не хочу, переступая через себя. И увидишь чудо Божье, я в этом убеждался много раз, вдруг раз, опа, и яд этот как будто бы нейтрализуется, знаете ли, и уже ты живой, и даже если враг пытается раскусить тебя, ничего не получается у него. Это яд нейтрализуется, потому что ты взираешь на начальника веры, взираешь на Христа Иисуса. Только таким образом возможно пройти по этой жизни земной, больше никак, по-другому никак, по-другому тебя просто закусают и все. И я так понимаю, что как только от Христа взгляд свой убираешь, на что-то другое, на что-то иное приходит вот это, ну, проклятие, по сути. Да не будет с нами такого. Пусть Господь благословит нас всех, и пусть Бог действительно благодать Свою умножит в нас познание Его. Самой великой тайной всех тайн, что Христос в нас, в уповании славы, что Бог в человеке поселяется. А ведь Иисус говорил, интересно, уходя, да, что кто уверует и крестится, да, то есть погрузится, да, и пропитается, и будет спасен. Вот, потому что баптизу, вот, да, были вчера у сестер огурчики, не знаю, они остались там, нет огурцы. Попросите, если есть там огурцы, пусть принесут, несут, иллюстрацию такую сделаю. О, хорошая иллюстрация. Я у себя в церкви, кстати, делал, в Киеве, делал такую иллюстрацию, там бабушка принесла, там сестричка, пожилая, банку огурцов. Но она очень хорошо закрывает, там и чесночок, и перчик, там и траву, всякая. Так что банк открыли, аж запах, прям аж на все собрание, не пожалел, и чеснока много, там еще всего, значит, и огурцы эти заставали, вот, иллюстрацию делали такую, сделали такое причастие огурцами, порезали всем, значит, там. Вот, люди ели, значит, огурчики, вот я им рассказывал, дело в том, что эти соленые курсы, да, есть малосол, да, малосол, есть любители малосола, малосол, он имеет свой прелест, конечно, малосол, у него какое сочетание, да, свежего и соленого, да, он еще внутри, как бы такой свеженький, чуть-чуть сохраняет свежесть, а на шкурке соль, в этом сочетании свежего и соленого свой прелест создает, да, но греки древние, они малосол не называли баптизу, вот, спасибо, спасибо огромное, вот, а вот только такие огурцы называли баптизу, то есть огурцы, которые, ну, пахнет, да, значит, которые уже полностью, они отличаются и по цвету, и запахом уже другим уже совершенно, от свежего ничего не осталось у них уже, все, они прошли полностью просолку, вот, иллюстрация баптизу, вот греки называли баптизу, ну, еще даже за лет 200, там, 300 до Иисуса Христа, баптизу, это слово использовалось для описания соления огурцов, чаще всего, значит, и в современном греческом баптизу, да, это окунание и погружение, там имеется в виду, вот, даже просто погрузился, да, вышел из воды, это уже баптизу совершается, а в старом греческом было не так, друзья, в старом греческом было так, что баптизу это означало погрузиться, окунуться и там и остаться, все, то есть не всплывать, и еще полностью просолиться всем этим, когда на шкурке только лишь соль, они это баптизу не называли греки, баптизу, когда соль уже в себе имеет огурец, полностью в себе уже, и новый заряд говорит нам, имейте соль в себе, да, вот, интересно, не просто на шкурке, да, не просто внешне, а внутри себя имейте соль, и вот, значит, поэтому слова Христа, конечно же, там, ну, говорят, что это о водном крещении имеется в виду баптизу, конечно же, о водном крещении тоже, безусловно, но в большей степени, даже не об обряде самом крещении, да, не о таинстве крещения водного, а в большей степени имеется в виду, конечно же, не просто водное погружение ритуальное, обрядовое, а имеется в большей степени погружение в самого Бога, в сущность Отца, Сына, Святого Духа, в самого Господа Иисуса Христа, и пропитывание им, просаливание им, поэтому кто, слова Христа можно так вот на современном языке, как бы, изложить, чтобы было понятнее, кто, получается, ну, какой огурцы, да, вот они себя росли, там, где-то на огороде, допустим, да, росли себе, не тужили, выросли, но огурец-то растет от земли, как от матери, да, он питается, значит, и потом его срывают, огурец, все, для огурца это как смерть, и потом с грядки они идут в капки уже, да, и просаливаются, ну, вот, а другие огурцы, наверное, там, думают, о, какой огурец-то пропал, а на самом деле Бог хочет, чтобы весь урожай не погиб там, на огороде, а был спасен, сохранен, а для урожая быть спасен только лишь один вариант, вот, это быть сорванным и попасть в эти кладки, вот, и просолиться полностью, вот, тем больше, вот, просолиться, его солью, вот, и, поэтому, слова Христа можно так вот, объяснить современным, мужскому человеку, что кто, вот, уверует, да, и погрузится в меня, во Христа Иисуса, да, и пропитается мною, будет спасен, а кто не уверует, ну, так и погибет на грядке, получается, но Бог хочет, чтобы все люди спаслись, так что, товарищи огурцы, вот, малосовы или баптистские, я не знаю, кто, как еще, просол быковы проходит, но, по сути, просолка, это вся жизнь идет, нельзя сказать, что все, приятно, сейчас огурец там просалился, ну, все, ну, уже, все, я уже, такие, знаете, демберские настроения, все, я уже соленый огурец, я уже, и перца у меня, значит, и чесночка у меня, у меня всего хватает уже достаточно, вот такой огурец молодец, если его не вовремя из банки, его вытащить, ну, погибнет, короче, вот, просолка должна быть до конца, все, вот, один слов, до пришествия Господа Иисуса Христа, как эти огурчики, вот, сестра, слышали, да, тоже, про просолку-то, вот, вот, и, божья просолка совершается всю нашу жизнь христианскую, и еще что интересно, Иисус говорит, что когда мы в эту просолку проходим, да, то это не только для нас хорошо, да, там имеется в виду, что чудесами и знамениями потом Бог сопровождает нашу жизнь, да, и, значит, и чудеса описываются эти, вот, знаки эти, знамения описываются, то есть Бог хочет не только нас осолить, а через нас еще сделать вкусную соленую жизнь вокруг нас, как бы, опять-таки, тоже, если нам винегрет хозяйка делает, допустим, да, то даже, если есть миска соленых огурцов, допустим, да, то не нужно даже осолить специально винегрет, просто порезали огурцы, перемешали, и уже соленое блюдо, уже все, да, То есть Бог хочет через нас, я так понимаю, как бы осолить вокруг нас блюдо, и благодарение Богу, когда в каком-то коллективе, в каком-то себе, городе, есть, пусть немногое, но пусть есть вот таких соленых верующих, просоленых. Продолжение следует...